В принципе, мы поговорили сейчас с вами о каркасах, о сетках, о том, как можно сэкономить свое время, как не стать заложником вашей сетки, вашего каркаса. Уйдем в графичность, добавим хардкора. Есть здесь дизайнеры, которые используют графические планшеты. Вы работаете полностью на графическом планшете? Всем дизайнерам советую пользоваться графическими планшетами. Исключительно графическими планшетами, а не только открывать фотошоп и брать планшет. Либо рисовать иллюстрацию и только тогда брать планшет. Вам нужно полностью пользоваться планшетом. Сёрфить в браузере, пользоваться вордом, разными программами. Вообще полностью делать все на планшете. Можно, конечно, поиздеваться, поиграть в какие-нибудь стратегии на планшете. Если вы решили купить себе планшет и полностью перейти на него, вам нужно покупать вакуум. Любой вакуум. Бамбу или Интуоз. Но только исключительно вакуум. Потому что любые другие графические планшеты. Genius вроде там были какие-то планшеты. Ещё какая-то фирма. Но это всё такая ерунда. У меня был такой похожий планшет. Что мне давно ещё на работе купили планшет. Я на него полностью перешёл. Хотел дома работать тоже на планшете. Зашёл в интернет. Посмотрел, сколько стоит вакуум. Решил, что, блин, не я. Вакуум не для меня. Я найду какой-нибудь другой вариант. Правильное решение. Найду вариант подешевле. Зачем переплачивать. И куплю этот планшет и буду счастливо работать. Ну, купил я себе этот планшет. Открыл его. Установил драйвера и прочую. Вроде как настроил. Взял перо. Начинаю вести. А у меня синхронизация с экраном перо абсолютно не настроена. Он отстаёт. Я уже провёл, а он только мне показывает, что он ведёт. Либо я провёл для неё, и он стоит на месте. Я кликнул, а он не кликает. Поэтому все недорогие решения – это не решение. Лучше пользуйтесь мышью, как пользовались мышкой. Размер. Вы решили, что всё-таки будете брать вакуум. Всё, открыли, смотрите вакуум. Видите размеры поменьше, видите размеры побольше. Ну, в принципе, если вы хотите работать 2 часа в день или час в день, или просто рисовать на этом планшете, если вы иллюстратор, вы можете взять планшет поменьше. Если вы рассчитываете работать там 8, 9, 10 часов без проблем ежедневно, вам нужно брать планшет большого размера. Опять вернёмся. Большой планшет, большой размер – это значит много движений рукой. Это значит, что точка правого экрана верхнего и точка левого экрана нижнего вас будет занимать просто вот так. И представляете, вы 8 часов делаете вот так. Пользуйтесь браузером всем. Через 3 часа у вас рука отвалится просто, и всё. Вы уже не дизайнер, вы уже безрукий. Что делать в этом случае? Но планшет должен быть большой. Сейчас расскажу, как работать с большим планшетом. Это примеры как раз. Вакуум, Intuos 3. Это, по-моему, 5 или 6, не помню уже. Это Bamboo. Bamboo, хорошие планшеты. То, что там пишут, что они там чичху уже. У них там точность немножко не такая. В принципе, они вполне достойны вот этому старшему брату. Самому крутому там, вот этому. Они подешевле. И можно смело брать их, и не думать, что это фигня для любителей. Это не фигня для любителей, это вполне рабочий инструмент. Но он должен быть большой. Можно брать вот такие. У меня дома такая штука. Не знаю, ей очень много лет. Что с ней только не было, что я на него только не разливал, не проливал, как он только не падал. Ему ничего. Это купил, и на лет десять он будет работать, и ему ничего не будет. Может, пирог заглячит, но это тоже. За три года я один раз поменял стержень. И пользовался я ежедневно, там, пять дней в неделю, восемь часов. Это неубиваемые вещи. Лучше купить такой, там, в любом месте, там, бэушный, не страшно. Он будет дешевле, но это, это вещь. Надстройка, да? Все, вот у вас планшет. Вы его купили, он у вас большой. Проблема остается того, что вот у вас перо и большая область. А вам пользоваться восемь часов. Каждый день, пять дней в неделю. Рука отваливается. В драйверах, там, есть настройка. Можно выбрать область. Область активную. Вот, допустим, вот это у вас активная область. Правый, нижний, левый. Все. Начало экрана, конец экрана. Вам уже не нужно вот так весь день сидеть. У вас уже вот так все происходит. Все. Сейчас я расскажу, зачем большая. Вы спокойно работаете, у вас нагрузка минимальная. Сёрфить вебе, рисовать иконки, передвигать элементы. Этого достаточно. Это основное, что вам нужно. Если вам нужно что-то рисовать, иллюстрация какая-то, вы используете вот эту область. Заходите в настройки, выбираете всю область и пользуетесь этим элементом. Потому что тут вы уже чувствуете. У вас чувствительность намного выше. Здесь в плане чувствительность, наоборот, меньше. Здесь выше все. Здесь вы уже можете вот так все делать, рисовать спокойно, оставлять автографы, смотреть, как красиво вы пишете на мониторе. Почему большой, но маленькая область? Когда у вас маленький планшет, можно взять просто маленький планшет, там будет вот такая область, и вы будете... Ну, этого же достаточно. Я не рисую иллюстрации, мне это не надо. Недостаточно, потому что вы можете поработать на нём 2 часа, 3 часа. Дальше будет сложнее, потому что сам планшет меньше. Кисть у вас вот здесь начинает свисать. Всё это начинает болтаться. Места мало. Кнопки вообще там тоже рядом. Клавиатура кажется огромной теперь. Тянуться до клавиатуры с этим маленьким планшетом получается всё так. Поэтому маленький планшет – это не вариант. Если вам нужно уделять там дизайну 2 часа, то, пожалуйста, пользуйтесь маленькими планшетами. Если вы хотите работать 8 часов с большой нагрузкой, вам нужен обязательно большой планшет. Обязательно большой планшет. Ну, работайте в этой области. Потому что вы сидите, ваша рука как раз направлена так, и вот здесь у вас спокойно. У вас свобода движений. Вы не скованы. На маленьком вы скованы. Всё очень близко. Когда, допустим, рисуете какой-нибудь натюрморт, берёте большой форматом А4 или А3. Допустим, у вас А3 большой. Вы сели, сидите, вот у нас рука, она летает. Допустим, вам комфортно. Ваши линии становятся ровными. Ничего не трясётся, нет никаких там изъянов. Здесь то же самое. Никаких проблем, никакой скованности, стопроцентная нагрузка. Там 8-10 часов можно работать каждый день. Поначалу будет болеть кисть. Ну, это как в школе много пишешь, начинает или в университете. Рука болеет там. Попишешь, потом часто, тут ещё быстро диктует, и ты такой сидишь. Будет то же самое поначалу, но потом это пройдёт. Здесь есть вот такие замечательные кнопки. В принципе, ими можно пользоваться, если вам это удобно. Ещё есть такая функция, что он активен на вашу кисть. Вы можете помимо того, что вводить там пером, вы можете ещё делать так ручкой, у вас будет там всё крутиться, листаться. делать так, будет всё увеличиваться. Но когда вы берёте перо, начинаете делать, цеплять рукой, второй или кистью активную область, и у вас мышц начинает туда, курсор начинает просто туда-сюда двигаться или кликаться. Поэтому вот эта кнопка, которая включает вам мультитач, она не нужна. Она только вас... Вам с ней становится намного хуже и неудобно. Начинаете злиться, беситься, и думаете, что планшет не для меня, я возьму мышь. Есть тоже здесь кнопки разные. Колесо, ринг, тоже там скролл, там фейдин, фейдаут, увеличение. И возможно, что это вам пригодится. Но у вас есть там горячие клавиши в фотошопе. Если вы не пользуетесь горячими клавишами в фотошопе, вам не нужна клавиатура, вам этого достаточно. Если вы пользуетесь горячими клавишами, забудьте проще выбрать эти кнопки, потому что вы выйдете туда-сюда ползать. Здесь у меня эта кнопка, а там у меня эта кнопка. И туда-сюда, туда-сюда это не нужно. Ставите клавиатуру рядом с планшетом, вытягивайте свою левую руку, вот так прям закидывайте, чтобы у вас Ctrl-цеплял здесь, пробел вы можете нажимать эту часть. Здесь у вас клавиши подвинуть на пиксель 1 или на 10 пикселей шифтом, увеличить там Ctrl-плюс, Ctrl-минус. Вы без проблем, у вас нет никаких проблем в плане то, что вы рисуете пером, еще и цепляете все горячие клавиши. И еще это делайте долго. Никаких проблем у вас не будет, поэтому вам не нужны эти все кнопки, вы их просто отключаете, пользуетесь стандартной клавиатурой, пользуетесь маленькой рабочей областью. Есть настройки перо-мышь. если перо, это значит, вы ставите свое перо в верхний правый угол, курсор передвигается на верхний правый угол, ставите на нижний правый угол, ой, левый угол, курсор перемещается туда. Это перо. Если вы выбираете мышь, все происходит как мышью. так ведете, 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 верхний угол, туда-туда несколько движений, нижний угол. Так с мышью. С пером так не получится. Вы будете так делать и постоянно возвращаться на начальную точку. Начальная точка, конечная точка, начальная точка, конечная точка. К этому сложно привыкнуть поначалу, вам это очень покажется неудобно, но можно перебороть себя, синхронизироваться с монитором и работать. Проблема еще в чем? Если вы первый раз взяли планшет, что происходит? Вы берете, потратили кучу денег на этот планшет, сделали все как надо, взяли большой размер, открыли, все настроили, взяли перо, все, я готов. Начинаете вести, вас просто все начинает раздражать. Раздражать настолько, что вы уже думаете, мне планшет не нужен. Это вообще не мое. Пусть я потратил много денег, но как можно пользоваться, смотреть на экран, ввести здесь что-то и делать еще прямые линии? Вы начинаете смотреть на планшет, смотреть на монитор, смотреть на планшет, смотреть на монитор. И это будет первую неделю. Потом вам станет легче, думаете, что уже более-менее. Вы решите, что в фотошопе я буду пользоваться или в каком-то графическом редакторе планшетом, а все остальное время я буду пользоваться обыкновенной мышкой в браузере. Это тоже нехорошо, потому что вы привыкаете к мыши, к одному интерфейсу, переходите на другой интерфейс, прыгаете с одного на другой, и получается, что в графическом планшете вы так и не привыкнете. Вы всегда будете работать не очень. У вас всегда будут кривые линии. так будете проводить, и она будет кривая или дрожать, так сказать, линии такие неровные. Поэтому нужно выкинуть мышь, взять бюро, включить фотошоп, отработать 8 часов, пользоваться браузером, слушать музыку, листать какие-то интерфейсы, просматривать. На следующий день делать так же. И так каждый день. И каждый день вы будете больше влюбляться в этого черного друга. Потом, через два месяца можете взять, для примера, мышку свою, любимую, отключить планшет, взять мышь и попробовать попользоваться ей. Вы почувствуете, что мышкой все намного дольше и сложнее. Не в плане то, что там сложно сделать прямую линию или там кривую линию или кого-то нарисовать. Вам нужно затрачивать больше энергии. Если здесь вы просто туда-сюда рукой вот так делаете, даже не двигаете полностью всей рукой, просто кисть туда-сюда болтается, то мышкой у вас получается так, 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 клик, еще кликать надо пальцем. Уходит времени намного больше. поэтому нужно переждать, перебороть себя, подождать месяц и потом все будет хорошо. Про мышку вы уже не вспомните. Здесь вот как раз я показываю, что настраивается область. Вот у вас планшет, вот у вас область вся. Вы настраиваете маленькую область для себя. Вот область экрана это полная, вот она область экрана или двух экранов, там неважно. И область планшета. Зайдете сюда, выбираете там какая-то особая область или задать там свою область, там выберите свою область. Так. Ну здесь вот как раз настройки у нас планшет и настройки пера. Относится ко всему, ко всем интерфейсам вашей операционной системы. Здесь можно задавать настройки определенные для каких-то программ. Здесь будет Photoshop, еще что-то, еще что-то. Можете выбрать Photoshop, настроить Photoshop первым. Там браузер будет или операционная система основная, там выберите мышь, как хотите. Еще одни настройки вакуума. Здесь вот я показываю, что этот Magic Ring, по-моему, называется, и все эти кнопки, они отключаются, эти все, отключено. Отключено. Сенсорные функции включить-выключить. Иногда почему-то они сами по себе включаются, поэтому нужно оставлять кнопку, которая их выключает. Вы открываете там Photoshop, начинаете что-то там делать, накидывать какие-то элементы, что-то там, а у вас раз открывается Chrome какой-нибудь или выбирается какой-нибудь другой элемент. Не понимаешь, начинаешь дальше работать. Опять так же. Да что происходит? Пальцем вводишь, у тебя сенсор включен. Надо его вырубать. Поэтому вот одну кнопку можно оставить, не, даже не одну, две кнопки. Одну кнопку вы оставляете, чтобы выключать этот сенсор. И одна кнопка это режим точности, но это, по-моему, как раз в последних версиях Intuos. Вот то, что мы говорили. Есть маленькая область рисования, ой, маленькая область для общей работы, и есть большая область для рисования. В этой версии есть такая кнопочка, которая делает режим точности. Выделяется на вашем мониторе какая-то область, которую вы тоже задаете, и чувствительность пера становится намного больше или намного меньше, в зависимости, что вы делаете. Те же самые иллюстрации в такой области. Получается, вам даже не надо заходить в настройки, переключаться с одного режима на другой, вы нажимаете эту кнопку и можете рисовать иллюстрации. Но это только в последних версиях. Здесь все так же идет. Планшет, функции, относятся ко всем. Колесо можете оставить там в браузере. Потому что тоже скроллить пером, там можно настраивать два движения вниз, то там скролл вниз, два движения вверх, скролл вверх или одно движение. Либо там по старинке цепляться скролл бар и крутить его пером. Можно использовать это колесо. Колесо в фотошопе тоже когда включено, получается начинает за счет того, что у вас рука идет на клавиатуру, у вас получается, что вы цепляете опять это колесо. Опять ваш проект начинает туда-сюда болтаться. Здесь настройки пера. Есть две кнопки. Одна кнопка, это щелчок, правые кнопки мыши. Если вы выбираете инструментом кисть, правой кнопкой выше, вы выбираете размер, все просто, легко и быстро. Клик на область планшета, там щелчок. Эта кнопка тоже не нужна, кому как, для каких-то, может, функций нужны. Чувствительность к наклону тоже, там, если вы рисуете иллюстрации, там, отдает такой хвост, шлейф идет от кисти, жесткость придает. Чувствительность пера, это нажатие, но это тоже такие вещи индивидуальные, кому как. Кому там стандартное, там, по умолчанию нормальное, кому-то там надо сильно прикладываться, кому-то наоборот слегка. Ну, это тоже все ерунда, радиус двойного щелчка. В принципе, здесь вот настроить только эту кнопку нужно. Ну, это то, что я говорил. Продержись один месяц и забудь про мышь. Ну, ощущение такое будет, что вот вы пользуетесь, да, на графическом планшете? Ну, вы полностью, да, пользуетесь? Мышку вы не берете в руку. Никак, не идет уже, да? Ну, вот, я про это говорю. Надо только перетерпеть, и тогда все будет хорошо. Ну, в принципе, вот и все. Можно задавать вопросы. Сейчас можете записать там мой скайп, почту, если есть какие-то вопросы, отправлять. Ну, если есть вопросы, задавайте. Нет вопросов? Да, есть вопрос по поводу сетки. То есть, как я понимаю, ты сказал, что нужно сразу выбирать... Вопрос по поводу сетки. Ты сказал, что как только у тебя есть ТЗ, ты должен понимать, какая сетка у тебя будет. Может быть, у тебя есть какие-то хенты, советы, там, типа, ну, для флэ-дизайна мы выбираем 16 блоков, там, или, не знаю, что-то такое. В ТЗ обычно написано, что у вас будет, и вообще, что это за проект. Там, новостной, социалка, визитка, или прочее. Там обычно закладывают там какие-то элементы. Вы должны понимать, почему там сетка вам позволяет там что-то делать. Если у вас новостной, да, вы берете спокойно там 4 блока, да, сейчас модно делать там эти плитки, там, не структурировать, там, одна за одной, неважно, но там какая по величине, там, высокая, низкая, поэтому вы уже понимаете, какая вам нужна сетка. Если у вас есть какие-то мега-огромные баннеры, или у вас там сайт там какого-то ресторана, вы понимаете, что вам не нужна плотная сетка. Потому что чем она плотнее, тем плотнее все элементы будут. А вам там не нужно, вам надо показывать большие красивые картинки, большие титлы, красивые иконки тоже, опять же, большие расстояния, все хорошо, воздушно и красиво. Поэтому, читая ТЗ, вы понимаете, что это за проект. Вы понимаете нагрузку на этот проект, и вы понимаете примерно, какая вам сетка нужна. по плотности и востребованная вам там адаптивная верстка. Нужны вам эти четыре блока, или вам вообще это не нужно. Поэтому вы, в принципе, должны понимать, какая у вас будет сетка. Поэтому неправильно открывать или брать готовую сетку, даже предыдущего проекта, ну, даже не читая там ТЗ или там, ну, сойдет. Нужно все равно взвесить и посмотреть, действительно подойдет она. Начертить эту сетку, да, вот на этом плагине, взять какие-то графические элементы, те же самые баннеры, и смотреть там, помещается этот баннер или нет. Если не помещается, нужно что-то переделывать. Нужно переделывать эту сетку. Под то именно, что вам нужно. Поэтому тогда у вас не будет потом проблем. Будете понимать. Еще вопросы? А на верстку в каком формате вообще шамбл он дает? На верстку? На верстку отдается PSD-шник. Ну, если вы рисуете в Photoshop, можно в Sketch, если вы рисуете в Sketch. Отдается все в PSD-шнике. Вообще, давайте макеты структурировано, с правильными заголовками, раскиданными по папкам, разбитыми по цветам. Иногда приходят какие-нибудь макеты от кого-нибудь. Или твои какие-нибудь старые, или еще что-то. Ты открываешь, у тебя там просто... Кнопка, допустим, к примеру, идет, она находится там на уровне, вверху третий слой. А бокс кнопки, фончик, находится где-нибудь в самом конце. И между ними 300 слоев или 100 слоев. Ну, в зависимости, какой макет. И ты начинаешь искать. Это, да, можно кликнуть control, там выбрать этот элемент, там подвигать его. Но верстальщику так не надо давать, потому что он открывает макет, видит текст. Папка называется там group 1 или group 756. Для него это ничего не дает. Ну, group 756. Как ему ориентироваться? Вы там профи, уже в фотошопе, там все классно понимаете, все горячие клавиши. Верстальщик, это его не основная функция знать графический редактор. Абсолютно. Он должен ориентироваться в вашем макете, ориентироваться в графическом редакторе и знать какие-то быстрые клавиши, парочку. И все. Искать в макете какой-то элемент, либо если у вас там паттерн какой-то, вы его там закинули или там размножили и оставили так же. Верстальщик не должен резать этот паттерн, не должен подбирать его, этот прямоугольник или квадрат. Если у вас есть паттерн, сохраните этот паттерн, отдайте его уже готовый. Если у вас там много иконок, иконки пускай он сам делает. Если сложные какие-то элементы там с иконками и что-то, можно сделать спрайт. Когда у вас картинка какая-то, там куча разных элементов. Поэтому вот отдаете PSD, у многих верстальщиков нету Photoshop. фотошопа, да? Там стоит Ubuntu, нету Vine и прочих тем. Ну, либо на работе нет лицензии. Гимп сложные слои, он не откроет. Там PSD-шник просто поплывет, и будет, что попало. В таких случаях вам придется расписывать макет. вам придется. Вот теперь вам сетка ваша поможет. Уже. Потому что вы в роли такого некого верстальщика, который все расписывает. Вы показываете, вот здесь вот 20 пикселей, либо включаете сетку, да, ну, чтобы он видел. Уже. здесь 60 пикселей, здесь шрифт такой-то, размер такой-то, цвет такой-то. Ну, на один макет может, чтобы расписать, там довольно сложно, выходит очень много времени. Но бывают такие случаи, когда верстальщик не работает с Photoshop, он его не знает, либо у него нет по каким-то причинам. Если вы оговорили заказчикам или на работе, что вам нужно потратить на это время, то это нужно делать, если других вариантов нет. Что структурируем, фотошоповский файл, все эти папки, все ваши слои структурируем, называем как нужно. Если у вас есть ховер, создаете этот ховер, либо отдельно создаете еще один файл PSD, там какой-то гид, да, по вашему интерфейсу, где будет там элемент, ниже там элемент с ховером, да, иконка, иконка там подсвечивается как-то, да, какие-то сложные конструкции, какой-то див, в диве картинка, на эту картинку еще какой-нибудь слой цвета, с opacity там прозрачностью 30, еще там сверху иконочка, текст, и при наведении какой-то fade-in происходит на текст или на иконку, появляется там box shadow какого-то определенного цвета, все это нужно показывать, что вот, вот, и это работает так, на ховере. Вы так ему отдадете, он посмотрит, ну, сделает и все, потом вы наводите и говорите, а чего он, ховера нет, ну, ховера-то нет в макете, и ховера нет, он же не должен додумать за вас, основы делайте там, поэтому хорошо, чем проще, тем лучше, не надо делать 50 кнопок разных, не надо делать кнопки картинками, потому что, это и верстальщику, в принципе, с одной стороны легко, ну, а с другой стороны, есть сейчас куча плагинов в фотошопе, которыми пользуются верстальщики, он кликает на слой, связывает его с плагином, открывается браузер, да, или там css-хат, там же сразу фотошоп, и ты видишь css, готовый, не нужны картинки, все стандартные, там, insert shadow, там, outset shadow, все это работает с css, все элементы графические, взаимодействия, все нужно показывать, если у вас какие-то там, опять же, fade in, fade out, нужно все прописать, если у вас есть какие-то задержки, при наведении задержка, 3 секунды, 2 секунды, все это нужно расписывать, верстальщику, что он не поймет, для него это непонятно ничего, открывает, смотрит, ну, макет да макет, А потом вы говорите, а почему ты так не сделал? Вот фиговый верстальщик. Дело не верстальщики. Есть фиговые верстальщики, есть отличные верстальщики. Ну, нам нужно не забывать про себя, что ты тоже вполне можешь сделать фигню. Ты вполне можешь сделать, расписать коряво. Если не успеваешь сделать макет, расписать, отдавай часть, ну, докидывай потом обязательно ховеры и какие-то взаимодействия, чтобы потом не было каких-то непоняток. Ответил? Еще вопросы? Все, вопросов нету, да? Ну, всем спасибо. Сегодня я первый раз даю лекцию, для меня это ново. Я такой неуверенный себе, но думаю, что вам понравилось. Мне было приятно с вами пообщаться. Всем спасибо, надеюсь, я вам как-то хоть помог. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.